Катюш Непобедимое орудие Великой Отечественной войны с ласковым именем Катюша, родом именно со Смоленщины. Александр Бочаров во время войны был ребенком. Вспоминает, война изменила его жизнь в одно мгновение. 23 августа, когда он тысячу самолетов бросил, мы горох поспел и убирали горох. Значит, пять детей сразу были насмерть. И меня несли тоже хоронить. Вот это вот. Раз, два, все вот это. И ухо разорвало. И когда положили меня, я шевелился. У меня шевеление. Вот по всей поры живет. Судьба. На Смоленской земле полегло более 300 тысяч воинов. Своей жизни они отдали за родину детей, жен. Современное поколение бережно хранит память об этом подвиге. В этом состоит и главная цель патриотической эстафеты – салют победе. Пока передаются ее символы, а в этом году это знамя победы, клятва партизан и граната РПГ-40, цепочка памяти не прервется. Огромное спасибо всем руководителям, коллективам детских дошкольных учреждений, общеобразовательных учреждений, КДЦ «Октябрь» за то, что вы своими мероприятиями увековечиваете память о великом подвиге и великом народе. В городе Герой Смоленске родился и почетный гость торжества Вячеслав Киреев. Рассказал, как ушел на фронт отец, как оказалась в оккупации мать. Уверен, хранить память о подвиге победителей – святой долг каждого из нас. Еще есть гордость, вот в этом году к нам присоединились в прошлом году Руза и Власиха, а в этом году к нашему проекту присоединились Краснознаменские молодежные городские поселения. Я уверен, что по всему Подмосковью этот подъем духа и почета, он, конечно, будет идти. Обязанность нашего поколения, конечно, хранить ту славу, подвиг наших предков и передавать его дальше. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Субтитры создавал DimaTorzok